Дмитрий Артюхов провел личный прием для жителей отдаленных поселений Ямала. Глава региона в режиме видеосвязи пообщался с жителями Шуришкарского, Тазовского и Ямальского районов. Какой рост у ведущей новостей? Сколько зарабатывает инспектор ГИБДД? Что делает пилот, если ему стало плохо во время рейса? Самый такой вопрос был в том, что тяжело ли вам принимать решение. Это было неожиданно услышать от шестиклассника. Все эти вопросы были заданы героям проекта по профориентации, который в этом году реализует районная детская библиотека. Легче выкинуть, чем потушить. В рамках операции «Жилье» проходят рейды по многоквартирным домам. Эксперты обращают внимание на захламленные подъезды и наличие самодельных дверных перегородок на лестничных площадках. Дмитрий Артюхов провел личный прием для жителей отдаленных поселений Ямала. Глава региона в режиме видеосвязи пообщался с жителями Шуришкарского, Тазовского и Ямальского районов. Также на онлайн-прием обратился житель Нового Уренгоя. В обращении с поселка Мужи женщина попросила помочь с покупкой мобильной складывающейся электроколяски для дочери инвалида. Решено, что коляску для девочки изготовят индивидуально. Заведем муниципальную программу «Социальная поддержка граждан» и в первом квартале 2024 года приобретем. Потому что коляски, тему как бы изучали, они идут под заказ, изготавливаются срок изготовления порядка двух месяцев. Жительница Тазовского попросила приобрести тренажеры для отделения адаптивной физкультуры. Занятия для селян проходят в спортзале Центра молодежной. Там есть спортивное оборудование и инвентарь. В нашу группу входят 19 человек и в них есть люди, которые имеют заболевание опорно-двигательной системы. И вот для их индивидуальной работы с ними нужны тренажеры специальные. И для развития тазобедренного сустава, коленных суставов, в общем всего опорно-двигательного аппарата. Но также дыхательные, сердечно-сосудистые и нервные системы. Мы очень надеемся оказать помощь. Екатерина Алексеевна, сколько у вас таких заболеваний, людей с такими заболеваниями? Сколько ходят к вам на услуги эти? Ну я тоже один из этих пациентов, клиент. Я не могу точно сказать сколько, но с одной, сколько? 8 человек уходят в группу. Там же еще другие группы есть. Екатерина Алексеевич, как видите решение вопроса? Да, Дмитрий Андреевич, история такая пользуется популярностью. Сегодня у нас в Центре молодежном занимаются эти люди, их 19 человек. Я думаю, что мы решим этот вопрос с учетом проведения всех конкурсных процедур. Ну там до 15-го, крайне до 20-го декабря приобретем и установим там. Многодетная мама из Ямальского района попросила обновить детский игровой комплекс во дворе по улице Школьной в Панаевске. Площадку обустроят следующим летом, она будет оформлена в этническом стиле. Из студии в Новом Уренгое прозвучала просьба жителей отремонтировать дорогу от перекрестка улиц 70 лет Октября и Мира в сторону пожарной части и обустроить тротуар. Работу и выполнят в следующем году. Какой рост у ведущей новостей? Сколько зарабатывает инспектор ГИБДД? Что делает пилот, если ему стало плохо во время рейса? И насколько сложно принимать решение, если ты большой начальник? Все эти вопросы были заданы героем проекта по профориентации, который в этом году реализует районная детская библиотека. А вы лечили каких-нибудь известных людей? Вам приходилось лечить? Ответ. Болеют все и вахтовики, и тундровики, и артисты, и чиновники. Другой вопрос. Врачебная тайна. Ведь мало кто хочет, чтобы об их недомогании знали чужие люди. Эта встреча проходит в формате вопрос-ответ. Длится почти полтора часа. Герой. Главный врач штатовской центральной районной больницы Ильдар Фараджев. В роли любопытных журналистов – школьники. Один из первых вопросов. Почему? Медицина. Ответ. В белом халате с одной записью в трудовой. А это целых 28 лет. В больнице Гассале проработала мама. Честно говоря, это была инициатива в большей степени моей мамы, которая настаивала на том, чтобы я пошел в медицину, потому что она полагала тогда, и я абсолютно с ней согласен, что самая лучшая профессия в мире – это врач. Вы обычный врач? То есть, обычный был врач или вы еще какой-то врач? Я хотел быть… Мне было очень интересно быть дерматоминирологом. Мне было очень интересно. Вот эти болячки интересные. Да, кожные и еще кое-какие. Мне была интересна работа под алгоритм и того же, потому что в тот момент я позиционировал как судья всех врачей, которые ставят окончательный диагноз уже на основе исследования уже трупа. По окончании я понял, что нет перспективы там, перспективы в диагностике. И там сейчас самое главное – как можно быстрее поставить диагноз, чтобы клиницист правильно лечил. Вопросы стандартные из разряда. Сколько нужно учиться на врача? Ответ – порядка семи лет. И тут же прилетают вопросы про экстремальные ситуации в медицине. Эльдар Фараджев рассказывает, как его коллеги делают сложные операции. Есть пациенты с открытыми переломами, ножевыми ранами. Один из последних случаев – спасение ребенка из находки. Проблема с кишечником грозила инвалидностью или даже смертью. Успели – спасли. Есть сегодня вопросы и очень личные. Например, о том, насколько сложно принимать решение. Не то, чтобы это педагогический какой-то процесс был, но погрузиться в их время и ответить на их вопросы было очень здорово. Наверное, самый такой вопрос был в том, что тяжело ли вам принимать решение. Это было неожиданно услышать от шестиклассника. И пока человек задает вопрос, ты вспоминаешь ближайшие 10 лет и понимаешь, что действительно не задал бы этот вопрос, как ты не акцентируешь на этом внимании. А тут приходилось быстро вернуться, вспомнить все. И он был такой приятный. Приятный, потому что действительно ответственность большая. Встреча проходит в рамках большого проекта районной детской библиотеки. Он называется «100 вопросов взрослому». Подростки, а это всегда один и тот же шестой класс из Тазовской средней школы, уже пообщались с инспектором ГИБДД, пилотом, журналистом. Ой, профориентация – это вообще очень важно. Тем более у нас 1 сентября новый курс вводится «Россия – мои горизонты», который как раз направлен на профориентационную работу с детьми. Поэтому мы начали немножко раньше, получается у нас этот проект с января месяца. Детям очень нравится. Дети очень живые, задают много вопросов. Причем вопросы могут быть самые неожиданные. От того, какая у вас зарплата до… Я могу вам подсказать, где найти нарушителей. Там, где у нас по ПДД была беседа. Взрослые люди делятся с детьми каким-то своим жизненным опытом. Это тоже для детей, для выбора дальнейшей какой-то там жизненной своей позиции тоже важно. Выбор профессии, кем ты хочешь стать. И интересно, как разные люди работают. Тяжело ли работать в коллективе и тяжело ли быть врачом? Ну, я хочу быть стоматологом, потому что у меня очень много родственников, которые в медицинском тоже, и друзей тоже много, кто хочет быть в медицинском. Я вырос в собой хирургом, потому что это интересно. Я не боюсь крови. Спасатель жизни людей. Это очень хорошая профессия. В следующий раз такая встреча пройдет в конце года. Планируется, что ее героем станет предприниматель. Наталья Горкина, Анатолий Чернышев. Студия «Факт». Ямал вошел в пятерку регионов-лидеров в рейтинге инвестиционной привлекательности. Эксперты оценили изменения делового климата по пяти параметрам. Обеспеченность инфраструктуры, социальное развитие, уровень экономики, финансы и состояние окружающей среды. Сильные позиции Ямала обусловлены благополучной социально-экономической ситуацией, эффективным региональным инвестиционным законодательством и широким спектром мер государственной поддержки бизнеса. На территории региона развернуты площадки по реализации крупных инвестпроектов. Ежегодно в округ поступает около 1 трлн рублей капиталовложений. На динамику инвестиционного роста будут оказывать влияние проекты, которые реализуются нефтегазодобывающими предприятиями, доля которых в общем потоке капитальных вложений в 2024-2026 годах более 80%, в их числе проекты «Новотека», «Артик-СПГ-2» и «Апско-СПГ». Отметим, что топ-5 регионов с наивысшим уровнем инвестиционной привлекательности, кроме Ямала, это также Москва, Краснодарский и Приморский край, Республика, Татарстан. Сила знаний. Накануне тазовчане приняли участие в новом формате интеллектуальной игры «Рудит-квартете». Спрос на порцию задачек для ума оказался высоким. Поэтому за один день прошло сразу два турнира подробностей «Битвы северных разумов» в репортаже Екатерины Фомичевой. «Идея круглого стола восходит этому королю Бритов. Король Артур. Здесь некогда думать, нужно сразу жать. После фестиваля интеллектуальных игр северяне пробуют на вкус новые форматы проведения досуга. На этот раз им предложили сыграть в «Рудит-квартет». Организаторы отмечают такого интереса не ожидали на первый экспериментальный турнир. Подали заявки сразу 10 команд. Подача заявок была до 16 октября. Буквально в 4 часа вечера у нас еще было 3 заявки. Но к полшестому мы поняли, что у нас участвует 5 взрослых команд и 5 школьных. И поэтому пришли ко мнению, чтобы было интересно ребятам играть. Они тушевались и могли активно отвечать на вопросы. И решили разделить две возрастные категории. Сначала играют школьные команды, через несколько часов играют 5 взрослых команд. Формат состязания – это спортивный вариант своей игры. Совещаться и подсказывать запрещено, поддерживать можно. В классическом «Рудит-квартете» разная стоимость вопросов и три боя. Открытый, когда заранее известны все темы раунда. Полуоткрытый, когда темы известны за несколько секунд до начала. И закрытый или темный, когда ведущий не говорит, о чем пойдет речь. Последний, самый сложный, но не из-за вопросов. Здесь невозможно грамотно распорядиться знаниями участников. В помощь только интуиция. Игроки говорят знать ответ, пока ты не у кнопки. И не иметь возможности сказать его. Настоящая интеллектуальная пытка. Когда сидишь за кнопкой, страшно, буду честен. Это очень волнительно, потому что не знаешь, ответить, не ответить. Вроде как уверенно, вроде бы как страшно очень отвечать. А когда сидишь за столом и знаешь ответ, очень хочется крикнуть, выкрикнуть. Но нельзя. Это такое смешанное чувство, очень непонятное. В итоге лучший результат оказался у команды педагогов и учащихся Тазовской школы-интерната. Не успело поле интеллектуального боя остыть за кнопками новые игроки. Это уже взрослые северяне, представители учреждений образования, культуры и средств массовой информации. Первый большой эрудит-квартет проходит в рамках федерального проекта «Госстарт». Его цель – привлечение молодежи на государственную и муниципальную службу. Поэтому в игре есть даже одноименная тема. Может ли муниципальный служащий заниматься иной оплачиваемой деятельностью? Ваш ответ. Раз, два, три, четыре. Если это творческая или научная интеллектуальная, или преподаватель. Это правда. Это правда, но к этому объекту не имеет отношения. Нет, если нет. Это тема признана самой сложной, единогласно всеми участниками. После – исторические, образовательные, научные и литературные вопросы. Также организаторы проверяют северян на знания современных сериалов, советских песен, праздников и даже фобий. Чтобы отвечать идеально, готовиться к турниру нужно с пеленок, шутят участники. Поэтому все ошибки принимают легко и с юмором. Можно подготовиться к этой игре. Это весь багаж знаний, который у вас есть. Других способов нет. Ну, естественно. Ну, конечно же, какие-то общие темы нужно читать, что-то набирать. Но при всем при этом, чем ты начитаннее, тем лучше. Удалось, конечно, себя развлечь после такого дня рабочего. Это очень хорошо, такая разгрузка хорошая. Играем мы часто, мы стараемся играть, принимать участие во всех играх, которые проводятся молодежным центром. Огромное спасибо, мы всегда им благодарим. И действительно, это помогает немножечко сподриться, что ли, вот как-то вот прям мозги свои немного расшевелить. И это бывает очень прям классно, на самом деле. Впечатления прям ульма хороших таких впечатлений. Мы потом будем ехать домой, еще обсуждать эту игру и будем еще обсуждать все эти вопросы. Поэтому это здорово. В итоге бронза у детского сада «Олененок», серебро у сборной работающей молодежи. Золото у педагогов Гасталинской средней школы. «Интеллектуальный октябрь» продолжает набирать обороты. В следующую пятницу в Тазовском пройдет что, где, когда. Игра станет отборочной. Лучшая команда отправится на окружные состязания в Ноябрьск. Екатерина Фомичева и Анатолий Чернышев. Студия «Факт». Легче предупредить, чем потушить. В рамках операции «Жилье» в Тазовском продолжаются рейды по многоквартирным домам. Представители специальной комиссии обращают внимание на захламленные подъезды и наличие самодельных дверных перегородок на лестничных площадках. Подробности далее. Первый дом, в который сегодня отправляется комиссия, находится по адресу Ленина, 18. С первых секунд проверки – нарушение. Специалисты выбрасывают старую дверь, которая захламляла тамбур и затрудняла выход из здания. Распространенное заблуждение. Жильцы думают, что если поставить тамбурную дверь на лестничной клетке, то будет повышенная звукоизоляция, станет теплее. Но небезопаснее, говорят пожарные, спасатели и сотрудники местной администрации. Они объясняют Тазовчанам, монтаж подобной конструкции возможен не всегда. И в большинстве случаев так делать нельзя. Все это повышает риск гибели в случае возникновения чрезвычайного происшествия. Первоначально ходили, делали предупреждения, а во второй раз уже с сотрудниками ТАСС-педсервис и вывозили лишний мусор. Потому что в основном нарушения так и оставались. Конечно, подойдет, пока есть машина, возможно, все можно вывезти. Конкретно сегодняшний рейд направлен на проверку капитальных строений повышенного уровня огнестойкости. Второй дом, в который приехала комиссия, расположен в микрорайоне Геолог-17. Здесь с самодельными перегородками все в порядке. Их нет. Зато коридоры, захламленные личными вещами, есть. Стоят холодильники, стиральная машинка, деревянные тумбы и мебель. Жильцы пообещали специалистам, что на этой же неделе избавиться от хлама. Также в ходе операции эксперты обращают внимание на стоящие рядом с домами дополнительные помещения. Ведь это грубое нарушение. Также на придомовой территории, ну не возле всех домов, в принципе, частично, также стоят противопожарные разрывы. В этих противопожарных разрывах жильцы дополнительно вставят свои, там, допустим, в данном случае контейнеры. Я не знаю, что там хранится, там может быть и топливо, любой горючий материал. Но он стоит не на законных основаниях. То есть они должны его убрать. Мы уже администрацией обозначили данный вопрос. Они сейчас будут решать жильцами также. Операция «Жилье» продлится до конца месяца. В октябре комиссия уже проверила 10 домов. Везде есть нарушения. За час этого рейда с тазовчанами провели профилактические беседы, предупредили о возможных мерах, которые будут предприняты в случае несоблюдения правил. Например, наложение административного штрафа от 5 до 15 тысяч рублей. И вручили памятки. Екатерина Зайцева, Максим Епишин, Студия Факт. Таковы новости дня сегодняшнего. Всего вам самого доброго и до встречи в эфире Студия Факт. Ну а далее, как обычно, прогноз погоды. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok